Привет, студент! Говорят, месяц октября номинирован на премию «Оскар» как месяц, отыгравший почти все четыре сезона. У нас точно есть еще несколько дней, чтобы это проверить. А сейчас ты смотришь «Универ Ньюз» — топ студенческих новостей Республики. Сегодня в эфире. Казанский федеральный университет занял уверенную позицию в проекте 5.100. В КФУ прошел второй всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов. Что случилось в Казани 100 лет назад? Казанский федеральный впервые вошел в рейтинг лучших университетов мира United States News Best Global Universities 2018 и занял 953 место. Кроме того, КФУ включен и в предметные рейтинги в направлениях физика и химии. Рейтинг данной медиакомпании отличается жесткими критериями отбора и фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также общей мировой репутации. Можно с уверенностью говорить, что как участник проекта 5.100 КФУ уверенно закрепил свои позиции. Однако уже совсем скоро в Екатеринбурге будет решаться дальнейшая судьба участников 5.100. Чего можно ожидать от ближайшего заседания совета данного проекта, расскажет Адель Шамилова. Перед системой российского высшего образования, включающей в себя университеты с многолетней историей и международной известностью, стоит непростая задача – соответствовать современным темпам мирового развития, не теряя при этом славных академических традиций. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов, известный как проект 5.100, рассчитан на 7 лет и стартовал еще в мае 2013 года. Его цель заключается в повышении конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров и призван укрепить конкурентные позиции вузов на глобальном рынке образовательных услуг. Однако данный проект не сразу вызвал ожидаемый фурор среди научно-образовательных организаций. Более того, многие отнеслись к нему скептически. Наиболее уверенные в себе вузы заняли позиции в авторитетном рейтинге. Важно отметить, что Казанский федеральный вошел в их число. Отличительной чертой КФУ от конкурентов является огромное количество студентов. Сегодня здесь получают высшее образование более 45 тысяч студентов и реализуется более 60 укрупненных групп направлений подготовки. Несмотря на огромное количество обучающихся, КФУ смог серьезно закрепить свои позиции за счет результатов научных проектов, итоги которых попали в мировые научные журналы. Разумеется, все это повлияло и на продвижение в международных рейтингах, что является одним из основных показателей эффективности проекта. Речь идет о продвижении как в основных международных рейтингах КОЭС и Time Higher Education, так и в предметных. Напомним, что в текущем году КФУ впервые удалось ворваться в мировые топы по направлениям бизнеса и экономика, заняв место 176.200. Социальные науки заняли место 201.250, а направления искусства и гуманитарной науки также расположились на позиции 201.250 по версии Time Higher Education. В начале сентября КФУ вошел в рейтинг 1000 лучших университетов из 77 стран мира за 2017 и 2018 годы, составляемый журналом Times Higher Education, уверенно сохранив позицию в группе 401.500. Все это еще далеко не все достижения Казанского федерального за год. Это говорит о реальном росте возможностей научных проектов, компетенции исследователей и, наконец, узнаваемости университета на международной арене. Итоги годовой работы будут подведены 27 октября в Екатеринбурге. Где состоится очередное заседание Совета проекта 5 ТОП-100. Именно здесь Совет проекта заслушает дорожные карты как показатели результативности по реализации конкурентоспособности. Каждый вуз, закрепив свои позиции в 5 ТОП-100, заслушает предложения по объемам финансирования. Также будет решена судьба российских вузов относительно продолжения участия в данном проекте. Однако решение такого вопроса дело не одного дня. Так что после публичной защиты и заслушивания дорожных карт спустя некоторое время будут сформироваться рекомендации для Министерства образования и науки России о продолжении поддержки университетам нашей страны. Планируется, что спустя 7 лет работы проекта по его итогам в России к 2020 году сформируется группа университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно реагировать на глобальные изменения. Аделя Шемилова, Универньюз. Казанский федеральный университет принимает второй всероссийский конкурс на лучшую студенческую работу. Участие в мероприятии примут представители девяти федеральных университетов. Подробности в следующем сюжете. 26 октября в Казанском федеральном университете был организован второй всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов. Мероприятие прошло в рамках программы развития деятельности студенческих объединений и сетевого взаимодействия федеральных университетов. Он проводится в России регулярно. В этот раз право провести такой конкурс досталось нашему Казанскому университету. Мы чувствуем определенную ответственность перед теми финалистами, которые прошли финал и которые, надеюсь, порадуют нас сегодня содержательной частью. И, как говорится, научной и прикладной составляющими этой работой. На конкурсе были презентованы доклады участников по трем направлениям социально-гуманитарная, естественно-научная и инженерно-техническая. Это был уже третий этап конкурса. В предыдущих отбирались лучшие работы. Задача была уже достаточно непростая, поскольку необходимо было действительно увидеть в тех присланных документах рациональное зерно, распознать там какие-то новые направления исследований, какие-то инновационные подходы. Итоги конкурса и церемонии награждения пройдут 27 октября в Музее истории Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. События октября 1917 года стали переломными не только для России, но и для всего мира. О том, что произошло в Петрограде в ночь 24 на 25 октября 100 лет назад, рассказал студентам Казанского федерального университета Сергей Ионенко. 25 октября в Музее истории Казанского федерального университета состоялась лекция революции в Казани 1917, приуроченная к столетию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Он рассказал о Казани в 1917 году и тех революционных событиях, которые здесь происходили. Он отметил особенность Казани, большое наличие военных и их роль в этих событиях. Также перед слушателями, студентами института представили во учете места революционной Казани, активно в ней задействованы. Революционные дни октября 1917 года потрясли весь мир, и в то же время они стали отправной точкой новой эпохи в истории человечества. Этот момент истории не смог не коснуться и Казани, а также Казанского императорского университета. Подавляющая часть профессуры, конечно же, разделяла взгляды кадетов. И не случайно именно ядро кадетской организации Казанской губернии Казани города была сосредоточена в Казани. Они, безусловно, приветствовали февральскую революцию без вопросов, но у них была своя повестка, связанная с доведением войны до победного конца. Почти три десятка лет прошло после распада СССР. Однако вопрос о построении общества социальной справедливости отнюдь не потерял актуальности. Анна Рина Ганиева, Диана Шилова, Владислав Михневский. Универньюз. 25 октября в лице имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета прошел единый урок безопасности для учителей, учащихся и родителей, посвященный компьютерной безопасности. 25 октября в лице имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел единый урок безопасности для учителей, учащихся и их родителей, посвященный компьютерной безопасности. Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме безопасности развития детей в информационном пространстве. Единый классный час был посвящен как раз теме безопасное нахождение в сети интернет. Как сделать так, чтобы ребята не пострадали от этой всемирной паутины. Дети с каждым годом ведутся более самостоятельную жизнь в сети без контроля родителей. Они играют в многопользовательские игры, общаются в социальных сетях и менеджерах, смотрят фильмы и так далее. Соответственно, повышается опасность различных рисков, в котором дети должны быть готовы. Нам объяснили, как можно избежать обмана в соцсетях, как можно обезопасить себя от избыточного проведения времени в этих соцсетях, как можно обезопасить сам свой смартфон, чтобы он не заразился вирусами. Я понял, что нужно ограничивать свои данные в интернете и быть очень аккуратным, так как в сети могут быть очень много маньяков и хулиганов. В ходе единого урока ученики узнали, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет, анализировать правдивость и достоверность информации в сети интернет и многое другое. У меня на этом все. С каждым днем холодает, поэтому обнимайтесь теплее. С вами был Оскар Галимов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok